Азбуку приполярного Урала выпустил сектывкарский литератор и путешественник с большим стажем Сергей Журавлев. Первая книга посвящена долине Балбаньо. Это одновременно и путеводитель, и справочник о людях, отдавших годы освоению незнакомых территорий. И сборник литературных этюдов об Урале. Но главная ценность издания – подробные маршруты, которые могут помочь альпинистам в покорении новых вершин. Таисия Жакова продолжит. Здесь технически скальный участок, да, наклонный, несложный, но он скальный, потенциально опасный. Ну и скальный гребень до вершины. Для обывателей крестики, черточки и замысловатые фигуры – для альпинистов ценнейший материал. На этих схемах вершины приполярного Урала. Десятки маршрутов описаны максимально подробно. Здесь и препятствия, необходимые снаряжения и рекомендации инструктору. Ничего подобного в коме еще не издавали. Азбука приполярного Урала рассказывает об уникальном ландшафте. На его западных склонах около 200 горных долин. Однако именно Болбанью – единственная, куда проложена автомобильная дорога. А потому она хорошо освоена. Главная достопримечательность – вершина Народная. Она же самая высокая точка Уральских гор. А еще долина известна своими легендами о Шамане. Там он якобы проводил обряды жертвоприношения. Автор признается – рассказам местных не верил до недавнего случая. В прошлом году ребята, наши соктовкарские спасатели, совершая восхождение на стене Иркусея, в разломе, в трещине, нашли остаток тризны. То есть череп оленя с рогами. То есть так как олени сами себе голов не отрезают и не сбрасывают трещины, то подтвердилось вот те рассказы, которые про Шамана говорили, что он поднимается наверх. То есть туша оленя оставляется внизу, он голову поднимает наверх, там лает и потом жертву выпилю, северному ветру сбрасывает, то это подтвердилось вот конкретной находкой. Типы водопадов, реки, флора и фауна – первооткрыватели. Любопытно, что весь этот справочный материал соседствует с литературными этюдами. Все они – сочинения Сергея Журавлева. Он не только альпинист, путешественник и инструктор, но и писатель с большим стажем. И все свои интересы автор успешно сочетает. Говорит, любовь к творчеству, путешествиям и родине ему привил отец – писатель Журавлев Печорский. Нельзя полюбить то, что не знаешь, нельзя познать родину, не путешествуя, путешествуя и ты полюбишь родину. Это его формулировка, которая мне очень дорогая. В Туркуб я пришел в Ижинском районе школьником, таким же, как вот сейчас ребята приходят, наивным, с интересом. Первый вопрос, который спросил на рыбалку – пойдем. Ни в одном походе я ни одной рыбы не поймал. Ну, тогда в школе, но вписался в обоймы. В детско-юношеском центре спорта и туризма, где работает Сергей Журавлев, его начинания всячески поддерживают. Книги об Албанью предшествовал методический материал. А новое издание выпущено благодаря победе в грантовом конкурсе. Тираж небольшой, тысяча экземпляров. Впрочем, материал будет доступен всем. Книги появятся в библиотеках республики. Показаны, скажем так, территории, маршруты, которые разрабатываются педагогом, которые пройдены, которые отработаны и которые позволяют сегодня использовать для работы с учащимися и студентами. Ну и я думаю, что вот такие методические материалы могут использовать и инструктора, и проводники, которые работают, скажем так, в формате государственно-частного партнерства. И они могут быть использованы именно для работы с населением. Книга о долине Балбанью, по словам автора, лишь первая ласточка. Есть планы сделать такие же справочники о долинах Лимбека, Кассио и Монораге. А к столетию республики можно и подготовить книгу «Сто чудес природы Коми». Ведь о многих, говорит Журавлев, даже у нас в регионе не знают. Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, Сергей Авдеев, телеканал Юрган.